Здравствуйте, дорогие клиенты и все поклонники драгоценных камней. Мы вновь беседуем с нашим гемологом и директором нового латвийского ювелирного бренда Константином. И в этом видео мы поговорим на темы, конечно же, связанные с драгоценными камнями. И Константин ответит на вопросы зрителей. Ну а начать я хочу нашу беседу, наш интереснейший диалог с того, с чем я столкнулся в своей практике. Предлагаю людям продавать драгоценные камни высшего класса, первого порядка, высшего качества. Итак, что хотят люди? Люди хотят инвестиционные камни. Они хотят дорогие камни. Причем они хотят дорогие камни и популярные камни. И хотят вложить серьезную сумму для того, чтобы продать эти камни лет через пять. Итак, в связи с этим вопросы. Какие камни на сегодняшний день считаются популярными и дорогими? Второе. Как купить дорогой камень? И третье. Предсказать рост цен через пять лет можешь? Всех приветствую. Значит, сразу три вопроса. Какие камни? Да, да, Костя, сразу три вопроса. Я не мелочусь. Все и сразу. Значит, какие камни, какие камни вкладываться, да? Вот каждый день об этом говорим, перебираем одно и то же. В общем, большинство камней, большая часть камней, особенно мы знаем камни первого порядка, второго порядка. Все драгоценные камни, они дорожают, да? И дорожают очень быстро. На данный момент даже крупные магазины, да? Вот где я раньше закупался. Не только поставщики, которые, скажем так, ограняют камни, да? И продают. Есть еще и магазины крупные. Там цены настолько выросли, что я уже даже не рекламирую их камни, потому что, в принципе, цены неинтересные. И по этой причине уже не закупаюсь, в принципе, в таких крупных местах, где раньше мог закупиться при каком-то срочном заказе, да? Когда мне кто-то просил достать камень очень быстро и готов был даже переплатить, я обращался в крупные компании, так как у меня там есть эксклюзивные скидки. На данный момент даже с моей скидкой, в принципе, там делать нечем. Потому что цена выросла настолько, что, в принципе, я уже не рекламирую такие камни. Значит, что по поводу инвестиционных камней? Конечно, все камни первого порядка не инвестиционные, но, я уже говорил, надо смотреть на облагораживание, да? Турмалины, они растут в цене, да? Ставьте ставку на турмалины. Турмалины хорошо применяются в ювелирном деле. И если вы спросите, какие турмалины? Все турмалины, в принципе, они растут в цене очень хорошо. Самое главное, смотрите, конечно, на чистоту. Она важна в турмалине. Размер важен в турмалине. Турмалин добывается в крупных размерах, да? И в 10-каратные, 15-20-каратные камни. То есть, это не редкость для турмалина, да? Но, конечно же, цена уже будет очень высокая. Все цвета, в принципе, они очень хорошо продаются и покупаются, да? Турмалины лагун известные, да? Они очень быстро растут в цене и продолжают расти. Турмалины, рубелиты, да? Очень, в принципе, они всегда были, да? Скажем так, в спросе в большом. И, конечно же, куприаны, турмалины африканские, да? Очень хорошо, в принципе, продаются. И сейчас их очень тяжело достать. С каждым днем их достать все тяжелее и тяжелее. Чем они очень интересны? Тем, что у них очень сильный яркий цвет. Вот у куприан, он даже, если будет этот камень темных оттенков, он все равно будет максимально насыщенный и отдавать максимальный цвет. Что для камня очень важно. Вот. Конечно, надо смотреть на размеры, да? Крупные камни, если вы хотите именно инвестировать в камни, именно вкладывать туда деньги, да? Камни должны быть крупные, да? Желательно выше 5 карат. Если вы собираетесь именно покупать какой-то дорогой камень, да? Вот какую-то большую сумму инвестировать, лучше вкладывайтесь в один-два камня именно дорогих. Чем я уже говорил, покупать... Но это тоже личное дело каждого. Дело в том, что большинство людей не только вкладывает деньги, да, но и коллекционирует камни, и кому-то хочется иметь более крупную коллекцию. Это нормально тоже, да? Что-то продавать, что-то оставлять у себя, да, придержать, скажем так. Поэтому тут уже, скажем так, дело вкуса, да? Вы можете покупать гранаты крупных размеров, да? Все крупные гранаты, в принципе, выше 10 карат, которые... Они все инвестиционные, да? Все гранаты растут в цене практически, но, конечно же, редкие гранаты, да, такие как гранаты из Махенги, да, у Болита известные африканские гранаты, они, конечно, считаются топовыми, да, на данный момент. Я не говорю про какие-то суперэксклюзивные гранаты, которые там меняют цвет, да? Такие гранаты мы не продаем даже, потому что это очень такая, скажем так, редкая вещь. Сапфиры. Сапфиры очень сильно растут в цене, да? Вот. Но и там есть свои минусы, да? Дело в том, что сапфира его очень много, да? И его очень много добыто. Да, он дорогой, да, он растет, но, в принципе, на рынке его много, да? И с продажей сапфира, да, скажем так, вы, скажем так, можете залезть в такую долгую историю, да? Потому что выбор большой на рынке, предложений много. Единственная цена, она очень высокая, и поэтому очень сложно сейчас купить сапфир за низкую цену, да, а продать за высокую, да? То есть у него цена уже высокая, да? То есть если вы его купите, все равно это будет дорого стоить, да? Если вы будете его продавать, вам будет сложно выйти в большой плюс, да? Все-таки люди, когда именно вкладывают деньги, они хотят не просто сохранить свои деньги, да, а что-то на этом заработать, да? И с продажей сапфира по более высокой цене, да, это такая история, ну, относительно сложная, да? Вот, что еще я хотел сказать? А, как приобрести камни, да? Ну, мы знаем, как приобретать камни, вы можете обратиться на канале к Максиму, у вас есть его контакты, обсудить с ним все нюансы сделки, он всегда на связи со мной, вот. Вот, и там уже, это тоже очень индивидуально, по Европе у нас вообще никаких проблем, доставки очень быстрые, вот. По другим странам, конечно, там свои нюансы надо узнавать, потому что мы знаем, что люди абсолютно с разных стран обращаются и вот из Австралии, то есть вообще с другого конца света, да, и такие нюансы нам надо узнавать по доставкам, как это будет долго, да, и сколько это будет стоить. Вот. В принципе, какие еще вопросы? В принципе, да, ты вот ответил на все вопросы. Я хочу как раз проговорить сейчас про то, что вот клиенты меня, мне говорят, я лучше переплачу, чем куплю дешевый камень. То есть люди даже согласны переплатить, но купить именно качественный, топовый, драгоценный камень, который точно вырастет в цене через 5 лет. Правильно я понял? Да, вот видишь как, это такая индустрия, она вот, скажем так, очень-очень сложная и специфическая относительно анализа, да, вот этого. Вот легко спросить вопрос, какие камни инвестиционные, да. Дело в том, что в любом случае, если вы лезете в любой инвестиционный, скажем так, пакет, вам надо обязательно разбираться хотя бы минимально, да, в том, что вы покупаете. Вот, конечно, сейчас вы можете спросить какой-то совет и так далее, мы вам всегда поможем. Но люди инвестируют абсолютно по-разному, да, и у них разные цели заработать, да. Кто-то покупает камни, и он сразу их продает, да, то есть он ищет сразу более дешевую цену, но такую цену уже можно получить, когда вы покупаете камни оптом, да, то есть там сразу несколько камней, допустим, с лота, да, или у нас есть какое-то специальное предложение, да, выгодно можно приобрести какой-то камень. Но есть люди, которые заходят в эту, ну, скажем, в эту историю надолго, да, они хотят приобрести крупный камень какой-то хороший или суперредкий, да, придержать его там 2, 3, 4, 5 лет, да, и выйти с ним в плюс. Да, конечно, тут уже надо, тут уже надо, скажем так, подходить очень серьезно, да, это не коллекционная вещь, это уже, скажем так, вложение денег, вот. И вот я советовал когда-то брать танзаниты, да, негреты, да, и вот не прогадал на этом, да, потому что уже крупных танзанитов негретых у меня нету просто в продаже, да, их нету, вот там выше 20 карат у меня просто нету сейчас на данный момент, и они не появляются больше, то есть у этого поставщика. Если раньше, то есть это было абсолютно не проблема достать, да, ну, даже если человек хотел переплатить и спрашивал там, не переплати, скажем, заплатить за него дороже, я мог быстро найти там, скажем. Но сейчас уже крупных танзанитов их уже практически нету, вот таких выше там 15-20 карат, да, а это как раз-таки и есть инвестиционные размеры, и те, кто вот купил такие танзаниты, им уже повезло, хотя они приобрели эти танзаниты, скажем так, полгода назад, год назад, да, и сейчас даже эти люди уже могут продавать свои танзаниты, уже дороже могут продавать, уже на там 200 долларов за карат смело они могут увеличить свою цену от той цены, которую они приобрели, да, и в принципе могут продавать даже у нас, да, я могу выставить эти камни на продажу, потому что танзаниты ждут, их хотят купить, но у нас их просто нету крупных, да, вот, поэтому это хорошая инвестиция, потому что еще и года не прошло, да, их уже нету. Что будет через 5 лет, да, как они вырастут? Те люди, которые их придержат, ну, в течение 5 лет, они могут выйти в 2 и в 3 икса, да, то есть это, ну, это хорошие деньги, если камень стоил, там, образно говоря, там 5-6 тысяч, и через 5 лет вы его продадите за 20, вы заработаете хорошие деньги, да, и у вас есть все шансы на это, да, потому что если посмотреть на то, как подорожали, скажем, сапфиры, они подорожали в последнее время вообще в разы, особенно негретые, я вот тебе в прошлой, по-моему, передаче показывал двухкаратный сапфир, который моя сестра приобрела, это абсолютно маленькая, меньше горошины камень, да, и несмотря на то, что вот я ее брат родной, да, я мог бы для нее там достать максимально дешевый, да, максимально дешевый, который я нашел, это 6 тысяч евро. Сейчас у меня знакомые находятся в Таиланде, мои друзья, они поехали в Джиллвери Трейд Центр и скидывают мне там фото-видео камней, негретый сапфир, им предложили 1,92 карата, да, то есть тоже почти 2 карата за 10 тысяч долларов, да, то есть это уже на 4 тысячи даже выше той цены, которую я достал, плюс сапфир не такого хорошего цвета, как не роял блог, как я достал, то есть все знают, где можно купить эти камни, да, то есть можно поехать в Бангкок, отправиться в Джиллвери Трейд Центр, но поймите одну вещь, это то же самое, что вы пойдете, образно говоря, в торговый центр покупать себе продукты, да, там цена будет выше намного, и инвестировать так, да, вы можете так инвестировать, никто никому не запрещает съездить, купить, увидеть, подержать в руках, но вы должны понимать, что там ждут клиентов, именно таких, как вы, да, именно таких, которые не разбираются в камнях, именно таких, которые можно продать в 2 раза, в 3 раза дороже, и приобретая такой камень, шансов продать его дороже даже через там 2-3 года, ну, он есть всегда, конечно, всегда можно найти такого же неопытного человека и, ну, продать ему дороже, это понятно, но если мы относимся серьезно к этому, то есть не как к какому-то авантюре, да, а как к серьезному вложению, то, конечно, найти хороший камень, я уже сказал вот своим знакомым, которые отправились в Бангкок, я им сказал, что найти хороший камень, хорошего поставщика, это то же самое, что найти хорошего клиента, это вот одинаково, вот одинаковое везде, это то же самое, что найти хорошую женщину, которая будет любить, не будет изменять, которая будет всегда рядом поддерживать. Нет, нет, это намного сложнее женщину, в наше время это переборщил. Нет, подожди, ты бы уже женился, наверное, да, вот, а так сложнее все-таки найти женщину такую, нет? Это сложнее намного, да, это ты переборщил, конечно, но в принципе, в принципе, что я хочу сказать, что выигрывают те, кто подходит к делу с умом, да, вот те люди выигрывают, те люди, которые не берут на себя обязанность специалиста, да, не берут на себя обязанность эксперта, гемолога, не берут на себя обязанность трейдера, да, едут там куда-то в Бангкок искать эти камни и нарываются потом на этот развод, да, потому что, я говорю, мне присылают люди камни, которые туда вот ездили, и я вижу, что им продали, да, и самое, знаете, самое, скажем так, незабавное, да, ну, забавное и печальное, да, в то же время, это то, что они все купили камни, да, вот как раз-таки инвестиционные имена, да, то есть там Турмалин Параиба, там Кобальтовая Шпинель, которая не Кобальтовая, да, там Шпинели из Вьетнама, да, которые там все черные, там с трещинами, бирманские, там с сертификатами, да, то есть они накупили вот эти все громкие имена с сертификатами, да, и сейчас они предлагают купить, ну, говорят, продайте за какие-нибудь деньги, вот можете за какие-то деньги продать, но я объясняю, что я этим не занимаюсь, я не могу на своих там ресурсах, да, искать дурачков, то есть, ну, даже, даже за дешево, даже за дешево, ну, я не буду продавать такой камень, просто потому что он мне не нравится, я продаю только те камни, которые мне нравятся, и мне поступает очень много предложений о продаже, но дело в том, что если это хороший камень, то это цена очень высокая, которая мне неинтересна, а если это какая-то цена интересная, то там уже и камень неинтересный, да, то есть, хороший, понимаешь, если было бы, если бы это было легко, Максим, ты же сейчас сам стал трейдером, если бы это было так легко, наверное, бы тебя каждый день заваливал бы огромным количеством камней, да, вот, поэтому это нелегко, скажем так. Да, вот я хочу сказать об этом тоже и клиентам нашим сказать о том, что действительно у нас нет такого, таких гор драгоценных камней, потому что найти камни драгоценные по хорошей цене, это трудно. И вот в связи с этим, вот, наш новый клиент, вот, поделился со мной тем, что он имел очень печальный опыт покупки драгоценных камней, камня одного, да, камня одного, печальный опыт. Я его попросил рассказать мне, но он воздержался от этого, воздержался, так что ничего не известно об этом, но зато он стал опытнее, он задает вопросы очень дельные, серьезные, получает ответы на них, и вот заказал у нас камень. Так что... Понимаешь, я по поводу вот печальных историй, да, но надо понимать, что я эти печальные истории тоже прошел. То есть, ну, любой человек, кто сталкивался с вообще какими-то инвестициями любыми, они практически все прошли какой-то неприятный опыт, да, и то, что он нарвался по неопытности на какой-то обман, да, или на какую-то авантюру, это нормально, это нормально, это так происходит, к сожалению. И это по какой причине он сделал, почему это произошло? Именно потому, что вместо того, чтобы обратиться к специалисту, да, который хотя бы ему подскажет, да, он взял на себя, то есть, эту ответственность, да, соответственно, он, понятное дело, вы должны понимать, что большинство продавцов, да, особенно в этой индустрии, они занимаются этим всю жизнь, да, и они прекрасно понимают, что продать этот камень можно, там, за 2000 одному человеку, второму за 4, третьему за 6, и там какому-нибудь богачу можно его и за 26 продать, да, и по этой причине для них уже это нормальное, знаешь, как это для них даже не какой-то там обман и так далее, у них есть определенная политика, да, вот за сколько этот камень продается, столько он и стоит, и у них есть железный аргумент, да, когда я там спрашивал, разговаривал, он говорит, ты понимаешь, что если бы такого не было, то и камни бы не росли с такой скоростью, да, то есть, если бы их не продавали все время дороже, да, то их цена бы не росла бы так быстро, да, как она растет, это раз. Во-вторых, все понимают так же, да, почему трейдеры сейчас сильно повышают цены. Ответ очень прост. Именно по той причине, что они видят, что они не могут закупать новые камни. Новые камни закупать дорого, то есть материал не выходит на рынок в больших количествах. Я знаю нескольких поставщиков с Африки, которые продают только материал исключительно, да, и я в последнее время вообще, ну, вижу то, что они предлагают, это в основном различные там передоты, аквамарины, то есть, ну, если раньше были там сапфиры, сейчас это все исчезает, да, там, турмалина. В материале покупать, это тоже, ну, не опыт, даже я не покупаю в материале, потому что я даже в первоэтапной, да, при огранке, да, когда уже камень обточен, но не огранен, да, я заказал камни, предложили хорошую цену, вроде бы цвет понравился, но когда огранили, камни выдали совершенно другой цвет, да, и чистота, то есть вы никогда не увидите, да, какая там чистота, пока камень окончательно не огранен, поэтому покупать в материале границ самому может только тот человек, который разбирается в этом, это однозначно, и по этой причине, конечно, цены растут, цены растут, и это нормально, но, с одной стороны, это хорошо для тех, кто уже приобрел большое количество камней, а для тех, кто только начинает приобретать, ну, им приходится уже вкладывать более крупные суммы. Да, я бы с тобой хотел поспорить, может быть, у тебя будет контраргумент тоже, да, вот по поводу твоего тезиса, что камни растут в цене, в том числе и благодаря тому, что их продают по очень высоким ценам, мне кажется, что камни растут в цене не потому, что дешевые камни продают по завышенным ценам, а потому, что есть спрос на хорошие камни высшего качества, который, может быть, превышает предложение, и есть интерес к драгоценным камням, который растет, вот как с золотом сейчас, вот золото очень выросло, сейчас идут такие колебания, но золото начали закупать три крупных страны, и цена выросла, то есть, именно спрос... Я бы не сравнивал бы там, ну, рост цены золота на рост цены драгоценных камней, это абсолютно разные инвестиции, да, и абсолютно разный рост. Золото находится на бирже, да, и понятное дело, золото это такой материал, который вы в одну секунду можете купить, и в ту же секунду можете продать, да, даже не имея его на руках, да, просто на бирже, да, то есть, это абсолютно разные вещи, Тарас. Второе, я не сказал о том, что дешевые камни, да, кому-то продают по завышенным ценам, из-за этого растут цены. Ты абсолютно правильно подметил о том, что спрос превышает предложение, да, и, конечно, по этой причине растут цены, но она растет не по этой даже причине, не потому, что спрос превышает предложение, а по той причине, что поставщики, они же уже давно на рынке, ну, как бы это индустрия не новая, и они помнят, сколько стоили камни там 3 года назад, и в каком количестве они шли на рынок, да, и сейчас материал, материал, сам материал, он очень дорогой. Почему? Потому что его нету в таких количествах, его не добывают в больших, как раньше. Да, да. Дело в том, что цветник, да, вот все цветные вот эти камни, которые гранаты, там, турмалины, если раньше они там не стоили дорого, они, в принципе, были абсолютно доступны, и их добывали в больших количествах, и сразу на рынок высыпали, потому что всем казалось, что этот камень, он, ну, нередкий, да, и, ну, он будет постоянно добываться, но потом они увидели, что он исчез, и, конечно же, цена сразу взлетела, да, то есть есть такие добычи, вот как та же добыча махенги, которая, она практически исчерпана, ее, она уже давно открыта, да, и она может работать там месяц, да, и там могут ничего не добывать, может они там, скажем так, выйти на какой-то, какой-то камень пойти, да, вот, скажем, шпинель, да, и она даже не идет одного цвета, да, то есть она постоянно меняет свой цвет, как-то, то есть... Ну, конечно. Если мы даже вспомним, да, вот эти неоновые оттенки, вот эти молочные, да, за которые вот этот фирменный цвет махенги, мне нравится вот такой, который не который похож на рубин, зачем? Мне неинтересны махенги, которые похожи на рубина, потому что рубин, он все равно рубин, да, и как бы аналог рубина, ну, то же самое, что и рубин, да, но... Ну, не скажи, не скажи. Когда у махенги, нет, я имею в виду, когда у махенги есть ее оригинальный, оригинальный, да, вот этот вот цвет оригинальный, да, конечно, мне такой камень больше нравится, да, и этот цвет, он шел очень давно уже, там, 3-4-5 лет назад добывали такой цвет именно. Потом мне довелось когда-то купить махенги цвета под параджи, такой оранжево-розовый. Некоторые камни даже были такие полихромные, да, вот, мне повезло такие купить одному клиенту в коллекцию, и относительно недорого когда-то. Сейчас уже не найдешь таких камней. И вот мелочь там, я видел на крупных выставках мелочь там по... до карата, там, карат плюсик, ну, такие совсем мелочь, да. Эти камни при громком имени, они не стоят вообще ничего, это не инвестиция, это можно купить просто для удовольствия. Для удовольствия, для коллекции, для... Я что хочу сказать, что действительно, допустим, параиба та же, да, шпинель махенги, ну, возьмем параибу, не добывается в Бразилии уже, да, скорее всего. И вот поэтому те, кто имеет эти камни, это не бедные люди. И эти камни у них есть, это просто как актив, они... Это не актив, Максим. Ну, не актив, ну, нет. Это уже, это уже, понимаешь, это даже не актив для них, это гордость для них показать, что у них есть настолько, ну, вот, редкая вещь, да, то есть это самый дорогой, самый редкий материал на Земле. Правильно. И для просто показать это, ну, вот, какому-нибудь, не знаю, человеку, там, гостю, да, там, или человеку, который, особенно, вот, там, разные арабские, да, там... Да, всему миру, конечно. Да, они все друг другу дружат, любят камни, друг другу показывают, то есть... Да, конечно, арабскому шейху показать, о, смотри, у меня турмалин параиба, неоновый, такой крупный, а у тебя нет, я типа крутой. Помериться, конечно, ну, достоинство. Да, да, да. Сейчас, сейчас же мужское достоинство, это драгоценные камни. Мужчины, имейте в виду, поэтому параиба и так далее. Значит, что еще? Еще два вопроса. У нас эфир подходит к концу интервью наше. Два вопроса. Первый, вот, удивляются люди. Вот, опять же, клиент вчера, мы с ним до двух часов ночи обсуждали, боже мой. Значит, у вас хорошие цены, он мне пишет. Он уже в этом бизнесе, он там изучает рынок, нашел наш канал, у вас очень хорошие цены, дешевле, чем у других. И это подозрительно, что вы продаете такое? Почему такие цены? Я ответил. Объясню. И еще вопрос будет. Дело в том, что большинство из этих трейдеров, да, они еще только вошли в этот бизнес, да, там они работают, там, год, два, три. И, как правило, конечно, они не могут найти цены дешевле, они не понимают, как могут быть у нас цены, там, дешевле, чем у некоторых уже известных трейдеров, даже закупка, да, дороже стоит. Это просто опыт, и все, да, это, понимаете, я покупал, мне повезло достать хороших поставщиков, да, именно по той причине, что у меня были очень крупные клиенты, хорошие. И поставщики хорошие, они предлагают хорошую цену только своим самым лучшим клиентам, так же самое, да, там, я, допустим, никому не скрываю, я говорю, я реселлер, все знают это, и когда ты делаешь крупные сделки с этим поставщиком, да, и у него, допустим, так же само появляется какой-то вариант, очень хороший, да, ему принесли, допустим, хороший большой лот турмалинов, да, вот как мы сейчас рекламировали по 180 долларов, и ко мне там звонили, где ты достал за такие деньги, но поймите одну вещь, что вот это большой лот, да, там было у него там 30 камней, да, он мне сказал, хочешь забрать 10, да, вот тебе отдам по такой цене, это появляется, да, но это не, это не будет все время, да, то есть завтра я вам не предложу их под 180 долларов, я вам гарантирую это, да, то есть это все опыт, и надо, конечно, просто развиваться в этом направлении, и все трейдеры, они, вот это постепенно ты находишь дешевле, 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 лучше, лучше, это не приходит за один день, и там, или за один год. Да, и таких предложений мало, мало у нас, но зато мы гордимся, мы гордимся тем, что цена лучшая, хоть и мало предложений, хоть мы не эти горы, вот этого мусора не предлагаем, а предлагаем лучшее по лучшим ценам, и вот, да, вот этот лот, кстати, за 180, раскупили, и я очень рад, что вот нашим клиентам, которые захотели там по камушку купить, удалось это сделать, это здорово, это тоже заслуга наша, и вот, то, что мы смогли осчастливить людей, которые целый лот не хотели, но хотели камушек из лота. И последний вопрос, сейчас у нас просто какой-то, какие-то королевские камни, но они всегда у нас, но вот сегодня появился, вчера появился сапфир, 28 каратов, то есть, вообще, вот, главный вопрос, гретый, не гретый, вот, что такое облагораживание, вот, гретость для сапфира, она, она увеличивает цену, или уменьшает, или вообще, как к этому нужно относиться, потому что есть люди... Конечно, конечно, нагревание, оно, понижает стоимость сапфира, да, то есть, сапфир до нагревания мог быть вообще, там, белого цвета, да, грубо говоря, или какого-то бледно-бледно-голубого, да, его усилили, да, и после нагревания он выдал вообще, там, royal blue цвет, да, такое бывает тоже. Дело в том, что, вот этот сапфир, допустим, 28 карат, это уникальный камень, да, это, ну, камень выставки, да, уровня выставки, да, такие крупные камни, даже не у каждой компании, там, на выставке вы можете увидеть, это, ну, реально, реально инвестиция, это очень крупный, хороший камень, и даже тот факт, что он гретый, да, не делает его не уникальным, то есть нагрев для сапфира, это тоже обычное облагораживание, как и для рубина, да, да, оно, конечно, оно понижает стоимость значительно, но, тем не менее, это все равно уникальный и крупный камень, это, ну, как бы натуральный сапфир, да, и хорошего цвета, и, кстати, ну, если бы этот камень был уникальный, гретый, я думаю, его стоимость была бы, там, миллионы долларов, да, в данном случае, камень стоит, по-моему, 100 тысяч долларов, чуть больше, вот, то есть, для такого. Он стоит, по-моему, 155 тысяч евро. Ну, да, 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 100 с лишним тысячам там стоит, получается, это цена, в принципе, такого гретого, да, сапфира, но, если вы даже гретый, такой камень, спросите на выставке, там, цена будет, ну, может стоить полмиллиона, да, то есть, не потому, что на вас хотят, там, супер заработать, да, а потому, что они не хотят просто даже расставаться дешевле с этим камнем, если они в него вложили деньги, они знают, что вы 28 карат сапфир, вы не найдете быстро, да, то есть, то есть, это уже для очень богатых людей, да, и эти люди, они могут, которые покупают такие камни, они, как правило, могут купить себе, и там, не знаю, сумку за 200 тысяч, то есть, да, для них купить такой сапфир, это, ну, в принципе, недорого считается, да, такие, как бы, камни не покупают простые люди, надо понимать, и 28 карат, это очень большой камень для сапфира, это, это, это редчайший сапфир, да, я видел, конечно, сапфиры там и по 100 карат, но, в принципе, для, вот, чтобы ты понимал, кольцо шапа, ты видел ограненые по 100 каратов? 88 карат, кольцо шапа у меня, я тебе показывал, лично я показывал видео тебе, я был в шапа, они мне дали кольцо, 88 карат, карат, royal blue сапфир там стоял, это кольцо стоило 2 миллиона евро, чтобы ты понимал, ну, это мне показывали высокое ювелирное искусство, типа их коллекция последняя. Благодарю тебя, Константин, было очень интересно, продолжим завтра, задавайте вопросы, комментируйте, и, конечно, пишите, те, кто хочет приобрести драгоценные камни высшего качества, по разумным, лучшим ценам. Благодарю, удалчи Константин, и, продолжаем работу нашу, общение с клиентами, вот они пишут сейчас, так что, будем отвечать. Счастливо всем, до завтра, до новых встреч.